Доброго времени суток, ребята! Мы начинаем урок русского языка в четвертом классе. Давайте проверим домашнее задание. На том было задано упражнение 20. Нужно было прочитать и записать текст. Но нас особо интересует четвертое предложение, потому что именно в нем нужно было подчеркнуть главные члены и выписать словосочетание. Читаем предложение. Сначала люди не догадывались о полезных свойствах газа. С чего начинаем? С грамматической основы. Кто? Люди. Это подлежащие. От подлежащего задаем вопрос к сказуемому. Люди что делали? Не догадывались. Грамматическая основа этого предложения. Люди не догадывались. Можем ли мы задать вопрос от подлежащего в этом предложении? Не думаю. Тогда зададим вопрос от сказуемого. Не догадывались когда? Сначала. Не догадывались о чем? О свойствах. О свойствах чего? Газа. О свойствах каких? Полезных. Еще в этом предложении нужно было выполнить фонетический разбор. Слово интересное. Его. Ударение падает на второй слог. Звук. Давайте произнесем его еще раз и послушаем какие же мы слышим звуки. Его. Его. Это транскрипция. У вас такая? Молодцы. А сейчас мы дадим характеристику каждому звуку. Буква Е в этом слове йотированная, потому что она стоит в самом начале. Это значит, что она имеет два звука. Е. Согласный, непарный, звонкий, мягкий. По-другому эти звуки называются сонорными. И звук И, гласный, безударный. Буква Г, а звук В. Его. Согласный, парный, звонкий, твердый. Буква О, звук О, гласный, ударный. Сколько букв получилось? Три. Сколько звуков получилось? Четыре. Поделим слово его на слоги. Е. Во. Два слога и второй слог. Ударный. Молодцы. Ребята, давайте повторим пройденный материал. Закончите, пожалуйста, высказывание. Предложения, которые рассказывают о чем-либо, называются повествовательными. Молодцы. Предложения, которые содержат вопрос, называются вопросительными. Предложения, побуждающие к действию, называются побудительными. Молодцы. По интонации предложения различают восклицательные и невосклицательные. Слова в предложении связаны между собой по смыслу и грамматически. Верно. Члены предложения бывают главными и второстепенными. Подлежащее и сказуемое – это грамматическая основа предложения. Молодцы. Не являются словосочетанием. Подлежащее и сказуемое. В предложении осенние листья кружат на ветру. Грамматическая основа – листья кружат. Подлежащее в предложении чаще всего выражено именем существительным или местоимением. Справились? Тогда мы идем дальше. Ребята, сегодня я вам предлагаю написать словарный диктант. Но словарный диктант будет необычным. Мы напишем с вами картинный словарный диктант. Вы видите много предметов, много овощей. А записать нужно будет слово в единственном числе. Готовы? Тогда смотрим на картинки. Первый овощ. Второй. Дальше. Следующее слово. Что это? Следующее слово. Что это? Что это? Как называется этот овощ? Овощ. И вот этот. В единственном числе. Что это за овощ? А это? Что такое? Закончили? Поставьте в словах ударение. А сейчас мы проверим, знаете ли вы название овощей? Знаете ли вы правописание слов с безударной гласной, которую невозможно проверить? И правильно ли вы во всех словах поставили ударение? Внимание. Помидор. Ударение падает на третий слог. В слове свекла ударение не ставим, потому что знаем, что йо всегда ударное. Редис. Ударение падает на второй слог. Горох. Опять ударение на второй слог. Огурец. Ударение на третий слог. Морковь. На второй слог падает ударение. Картофель. На второй слог падает ударение. Перец. На первый слог. Капуста. На второй слог. Кабачок. Ударение в трехсложном слове падает на третий слог. Баклажан. Ударение падает на третий слог. И в слове щавель ударение падает на второй слог. ну что исправили ошибки замечательно ребята а зачем же нам нужно так часто употреблять в пищу фрукты и овощи конечно для того чтобы быть здоровыми ведь овощи и фрукты содержит столько витаминов вот как щедро нас с вами одарила природа ребята чтобы узнать тему нашего сегодняшнего урока вам нужно вставить в пустые клеточки буквы числа соответствует порядковому номеру буквы в русском алфавите например если бы здесь была буква а то было бы число 1 если бы здесь была буква b то было бы число 2 разгадайте тему нашего урока мы сегодня с вами будем говорить о тексте вы узнаете о признаках текста мы вспомним из каких частей состоит текст и попробуем самостоятельно составить текст ребята слово текст происходит от латинского слова текстом что означает ткань соединение сплетение что такое текст текст это группа предложений расположенных в определенной последовательности и связанных между собой по смыслу какие же признаки у текста в тексте обязательно должна быть тема должна быть смысловая завершенность главная мысль обязательно должна быть связь предложений и текст обычно состоит из трех частей а сейчас мы с вами повторим правило что же такое тема текста тема это то о чем в нем говорится тему текста отображает его заглавие что такое заглавие заглавие это название текста ребята обычно мы с вами при составлении плана по чтению выбираем опорные слова для чего для того чтобы вам было легче пересказывать опорные слова это слова которые помогают составить текст из каких же частей состоит текст давайте вспомним любой текст состоит из трех частей первая часть вступление введение в тему текста вторая часть обычно самая большая основная часть потому что там происходит развитие событий и третья часть заключение то есть подведение итогов и выводов на письме каждая часть отделяется абзацом то есть пишется с красной строки давайте поработаем по учебнику откройте пожалуйста учебники прочитаем задание к упражнению 21 определите является ли данный пример текстом дом лес река ветер гроза сильный бежать неожиданно зеленый это текст почему сделаем вывод нет это не текст потому что здесь отсутствует все признаки текста отдельные слова не могут быть текстом так как текст состоит из предложений они и слов и эти предложения должны быть связаны между собой по смыслу а здесь там даны просто слова которые к тому же не связаны между собой грамматически данные слова помогут нам составить текст на тему гроза и записать его ребята я сейчас вам предлагаю познакомиться с тем текстом который составила я сама а вы дома попробуйте составить свой текст другой отличный от моего и так нам даны слова дом лес река эти три слова я уже использовала во вступлении введении в тему послушайте пожалуйста наш дом в деревне стоит недалеко от хвойного леса в один из прекрасных летних дней мы решили прогуляться до реки что текла через опушку леса ничто не предвещало грозы и еще одно слово здесь есть гроза это вступление далее у нас последует развитие событий основная часть а значит самая большая что же произошло вдруг потемнело небо побежали темные тучи природа замерла в ожидании грозы и вот налетел сильный ветер он сломал ветки деревьев ударили по листьям крупные капли дождя замелькали ослепительные вспышки молнии гроза набирала силу посмотрите во второй части своего текста я использовала другие слова побежали грозы сильный ветер а какие еще слова остались неиспользованными посмотрите верно я их припасла для заключительной части текста которая тоже начинается с красной строки мы заторопились домой неожиданно небо посветлело выглянуло ласковое солнышко и по голубому небу протянулась семицветная радуга деревья посвежели листья стали ярко-зеленого цвета быстро прошла летняя гроза и так ребята у нас осталось два слова неожиданно и зеленого да я их тоже использовала вот такой текст повествования получился у меня а какой же составите вы мне интересно далее мы приступим к упражнению 22 давайте прочитаем задание прочитайте подчеркните слова правописание которых можно проверить запишите их ребята прочитайте вам ничто не напоминает правильно это загадки а раз это загадки значит нужно их отгадать не огонь а жжется крапива хорошо вторая загадка сидит дед во сто шуб одет кто его раздевает тот слезы проливает что это лук без рук без ног а ворота открывает что это ветер а сейчас мы с вами должны из слов этих загадок выписать слова с проверяемыми безударными гласными и подобрать проверочные слова я вам предлагаю сделать это задание следующим образом распределить слова в два столбика в соответствии с орфограммами безударная гласная и парная согласная надеюсь вы помните что безударный гласный звук причиняет многому чтобы не было сомнений ставь его под ударение чтобы проверить парную согласную нужно подобрать такое проверочное слово чтобы после согласной стояла гласная какие слова запишем сидит проверочное слово сидя а вот с орфограммой парная согласная у нас есть слово дед дед слышим т но пишем д проверочное слово дедушка раздевает безударная гласная в корне слова проверочное слово раздеть а вот с парной согласной во второй столбик мы запишем слово в родительном падеже 100 шуб слышим но пишем б потому что проверочное слово шуба проливает безударная гласная в корне проверочное слово лить есть еще одно слово с парной согласной в родительном согласной в родительном падеже без рук слышим и пишем тоже к потому что проверочное слово руки ворота безударная гласная о проверочное слово ворот и еще одно слово с парной согласной в родительном падеже без ног слышим но пишем г потому что проверочное слово ноги замечательно справились посмотрите пожалуйста на упражнение 23 она будет вам дано для самостоятельной работы прочитать нужно а заглавить текст списать вставляя пропущенные буквы точно так же как мы сейчас работали над предыдущим упражнением вам нужно произвести работу и с этим текстом то есть ко всем словам в которых пропущены буквы подобрать проверочные слова также здесь есть морфемный разбор циферка 2 глагол наступила ну а наш урок подошел к концу запишите пожалуйста домашнее задание выполнить упражнение 24 здесь дан текст под названием осенняя сказка нужно прочитать этот текст расположить части так чтобы получился связный текст и записать его и обязательно выучить те определения которые мы с вами сегодня рассмотрели благодарю вас ребята за работу на уроке до свидания физическое насилие это действия причиняющие боль ребенку и препятствующие его развитию это удары побои встряхивания шлепания детей ребенок переживший физическое насилие может испытывать постоянный страх депрессию трудности в обучении его уверенность в себе снижается может проявлять агрессию и жестокость в отношении других детей также животных насилие может появляться из поколения в поколение мы часто повторяем то что видим своей семье простые правила которые помогут родителям избежать физического насилия любить и принимать ребенка с его особенностями уважать мнение ребенка уметь видеть свои ошибки и признавать их устанавливать семейные правила показывать личный пример быть последовательными и выполнять обещания остановим насилия в отношении детей вместе здравствуйте дети у нас по расписанию урок математики в четвертом классе чтобы спорилось нужное дело чтобы в жизни не знать неудач в экспедицию отправимся смело в мир примеров и разных задач и так ребята для начала проверим домашнее задание на дом был задан номер 6 на странице 12 просто нужно было решить примеры мы проверим только результаты результат 1 примера 5400 результат 2 примера 90 результат 3 примера 7504 и результат последнего выражения промежуточный результат 6600 конечный результат 3600 так у вас получилось справились молодцы номер 7 на странице 12 также был задан на дом нужно было начертить два отрезка длина первого отрезка равна 6 сантиметров проверяйте называйте свой отрезок я назову а b а вы а другой отрезок на 2 сантиметра короче чтобы узнать насколько одно число больше или меньше другого надо от большего отнять меньше значит второй отрезок у вас должен быть равен четырем сантиметрам и еще вам была задана интересная задача давайте прочитаем условие в июле было 6 дождливых дней в июне в три раза больше чем в июле а в августе на 9 дней меньше чем в июле и в июне вместе сколько дождливых дней было в течение лета о чем задача правильно о днях какие главные слова летние месяцы в июле 6 дней было дождливых в июне в три раза больше чем в июле а в августе на 9 дней меньше чем в июне и в июле вместе но ведь мы этого тоже пока что не знаем и последний вопрос было сколько всего дождливых летних дней в нашей задачи будет много действий это значит что она составная первым действием нужно было узнать сколько дней дождливых было в июне если сказано в три раза больше применяем действие умножения 18 вторым действием мы узнаем сколько дождливых дней было в июле и в июне вместе всего применим действие сложения и третьим действием мы узнаем сколько дождливых дней было в августе если сказано что на 9 дней меньше значит нам подходит действие вычитания последним действием мы узнаем сколько же всего дождливых летних дней было в этом году то есть сложим все три числа шесть дней в июле 18 дней в июне и 15 дней в августе сколько всего дождливых дней было летом правильно 39 дождливых дней было в течение лета молодцы а сейчас у нас устный счет установите закономерность и продолжите ряд чисел но подумайте 3566 3567 какие следующие числа правильно 3568 3569 почему потому что каждое следующее число больше предыдущего на одну единицу на одну единицу молодцы далее смотрим 6701 6700 а дальше какие числа правильно 6699 6698 почему потому что каждое следующее число каждое следующее число меньше предыдущего на одну единицу смотрим далее числа 5017 6017 а следующие 7017 8017 почему какая закономерность верно каждое следующее число больше предыдущего ровно на одну тысячу и четвертое задание вспоминайте римские цифры которые вы изучали в третьем классе какое это число буквой c обозначали число 100 буквой l обозначали число 50 и 5 минус 1 4 то есть 154 154 155 следующими какие должны быть числа правильно 156 и 157 молодцы поехали дальше сейчас давайте задумаемся чем же отличается число от цифры что такое цифра да ребята цифра это знак для записи числа а число что такое число это количество это предметы которые мы можем посчитать например вы видите семицветную радугу но для того чтобы обозначить в ней семь цветов вам понадобится цифра 7 вы видите пять пальцев на одной руке для того чтобы их обозначить вам понадобится цифра 5 когда мы что-то считаем или пересчитываем мы как бы обезличиваем предметы то есть подразумеваем что их свойства одинаковые самым главным свойством числа является наличие объекта то есть единица или его отсутствие то есть ноль с древнейших времен перед людьми стояла проблема обозначение числовой информации древние египтяне писали на дорогих папирусах громоздкие знаки древние индусы обозначали одной и той же цифрой число единиц десятков и сотен в зависимости от местонахождения так выглядела нумерация индейцев майя а это китайская нумерация у индусов цифры заимствовали арабы а от них они распространились по всему миру очень похожи на те цифры которыми мы обозначаем сегодня числа древние римляне для записи своих чисел отталкивались от изображения руки человека 1 2 3 а это какая цифра правильно 4 ребята цифру 5 древние римляне обозначали вот так цифру 10 древние римляне обозначали вот так тема нашего сегодняшнего урока системы счисления мы с вами познакомимся с таким понятием как система счисления сегодня также вы узнаете какими бывают системы счисления и посмотрим какими же системами счисления пользуются люди сегодня итак система счисления это знаковая система в которой числа записываются по определенным правилам с помощью цифр различают два вида системы счисления позиционная и не позиционная что же такое не позиционная система счисления эта система счисления в которой каждой цифре соответствует величина не зависящая от ее местоположения в записи числа к таким системам счисления относятся египетская римская древнегреческая и славянская что же представляет собой позиционная система счисления эта система счисления в которой каждой цифре соответствует величина зависящая от ее местоположения в записи числа данная система счисления характеризуется своим основанием в десятичной системе счисления числа записываются с помощью десяти всем хорошо известных цифр 0 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 основание позиционной системы счисления это количество различных цифр используемых для изображения чисел в данной системе счисления мы пользуемся десятичной системы счисления основание 10 цифр вот алфавит цифр а сейчас давайте произведем работу по учебнику откройте пожалуйста учебники на странице 12 прочитаем задание к номеру 1 прочитаем постараемся понять и обязательно запомним в римской нумерации если меньшее число записано после большего то число увеличивается например так обозначается число 5 а так число 1 5 плюс 1 значит это число 6 так обозначается число 10 а так число 1 10 плюс 1 получается число 11 если меньшее число записано перед большим то число наоборот уменьшается посмотрите единица записано впереди пяти значит пять минус один получилось 4 10 записано перед цифрой 100 значит это число 90 ребята нужно обязательно запомнить римские цифры почему же римская система счисления является непозиционной потому что значение цифры не зависит от ее места положения в записи числа думаю что номер два на этой же странице не составит вам труда выполнить если вы знаете хорошо наизусть обозначение римскими цифрами давайте прочитаем задание номер четыре на странице 13 задание нас просят сравнить но сравнить нам будет трудно потому что все числа записаны римскими цифрами я вам помогу давайте посмотрим на эти числа 3 раза по 10 получается 30 10 без 1 это 9 39 а здесь какое число 3 раза по 10 30 5 плюс 16 36 39 и 36 сразу понятно какое число понятно какое число больше давайте посмотрим на следующие числа 400 как получили 400 от 500 д отняли сотню c получилось 400 19 это 10 и 9 419 как получилось число 756 500 д плюс 2 сотни две буквы c 50 обозначается буквой l а 6 это 51 сразу становится понятно какое число больше а какое меньше сверьте пожалуйста остальные числа я думаю что вам не сложно будет выполнить номер 5 на странице 13 здесь нужно найти значение этих выражений а сейчас у меня для вас логическое задание про догадливого хозяина в харчевню три пискаря пришли 9 посетителей и потребовали подать им рыбу у хозяина к сожалению осталось всего три рыбины тем не менее он не хотел упустить случая поживиться имея в своем распоряжении три рыбы он пообещал подать гостям девять гости заинтересовались этим и даже согласились уплатить деньги вперед как хозяину харчевни удалось сдержать обещание подумайте кто догадался кто догадался тот молодец посмотрите хозяин харчевни расположил три рыбины так чтобы из них получилась римская цифра 9 вот такая задача мы неплохо с вами сегодня поработали домашним заданием вам будет на завтра выполнить номер 6 и 7 на странице 13 в номере 6 нужно записать даты рождения ученых римскими цифрами а в номере 7 нужно узнать когда было построено каждое здание и обязательно дорогие ребята выучите наизусть обозначение римскими цифрами и обязательно выучите наизусть римские цифры молодцы благодарю вас за внимание и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Я А.Кулакова Я Я Я А.Кулакова ГУ ГУ А.Кулакова ГУ ГУ А.Кулакова 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 So, меня зовут Томас, я живу в Германии, я говорю на немецком и французском. Good. My name's Sarah, I'm from France, I speak French and English. Good. Меня зовут Сара, я из Франции, я говорю на французском и английском. Continue. Hi, my name's Betty, I'm from England, I speak English, French and German. Привет, меня зовут Бетти, я из Англии, я говорю на английском, французском и немецком. Good. And my name's Zafar, I live in Turkmenistan, I speak Turkmen, Russian and English. So, меня зовут Зафар, я живу в Туркменистане, я говорю на туркменском, русском и английском. Good. Now, listen to the song about the world continents. Hopscotch. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ride a bike Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I am from London. I am 10 years old. I go to school broad green primary. I am in class 4. We like our teacher, Mrs. Brown. She is strict, nice and kind. I like my classmates. They are kind and friendly. After school we do homework, have music lessons, play computer games, read books and watch TV. All boys and girls like playing football. Our favourite football club is Manchester United. Look at our project, our class. So it's a project, our class. It's a graph. Look please. I give you 5 minutes for read and translate the text. Good. Now, play. What do you do after school? So, what do you do after school? How we can translate the phrase? What do you do after school? Правильно. Что ты делаешь после школы? I play football. Я играю в футбол. And what do you like to do after school? А что ты любишь делать после школы? I like to read books. Я люблю читать книги. So, what do you do after school? And what do you like to do after school? What do you do? Что ты делаешь? What do you like to do? Что ты любишь делать? Good. Now, our new words. Like. Нравится. Strict. Строгий. Nice. Хороший. Kind. Добрый. Classmate. Одноклассник. Friendly. Дружелюбный. Favorite. Любимый. Club. Клуб. Project. Проект или программа. So, repeat. Like. Strict. Nice. Клуб. Kind. Classmate. Friendly. Favorite. Club. And project. Good. And our homework for today. Exercise 3b on page 8. Make a class graph. Сделайте диаграмму класса. You need try to make your class graph like as project of Max class. То есть, постарайтесь сделать диаграмму класса похожую на проект класса Марка. Now, our lesson is over. I wish you good luck. Goodbye. I'm here, I'm here. Don't start the class without me. Zack? You're early. You're the only one here. Well, I had so much fun yesterday. And all last night, all I could think of were shapes and numbers. You're the best teacher ever. Aww, Zack, that is so sweet. Every day, I rush here to learn about the world with you. Thanks to all the things you say, I get smarter day by day. My eyes are open wide when you're walking by my side. Show me everything. Teacher, teacher, fill up my head. Numbers, colors, and alphabet. Teacher, teacher, please feed my brain. I'm hungry to learn again. Circle! Yeah! Teacher, teacher, fill up my head. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Handwashing is one of the best ways to stay healthy all year long.